Добрый вечер! О событиях уходящего четверга вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. Конец высокотехнологичному наркокартелю. Вынесен приговор торговцам более года изобретательно продававшим зелье в Пермском крае и Удмуртии. Просят показать какой-то нормативный акт о том, почему так делать нельзя. Один стандарт для всех. Городские власти хотят привести к единому знаменателю вывески. Мнения горожан разделились. Вот так мы и узнали о том, что в нашем доме организовалась эта форма. Неправильное товарищество. В одном из пермских домов после смены формы управления коммунальная плата выросла вдвое. Подросток выпал из окна 15-го этажа одного из домов по улице Чернышевского, сообщили в следственном управлении. Тело 14-летнего мальчика было обнаружено накануне вечером в комплексе «Альпийская горка». Трагический момент запечатлели камеры наружного наблюдения. Обстоятельства гибели устанавливаются. Стоит отметить, что за последние 10 дней здесь это уже второй аналогичный случай. 31 января из окна 14-го этажа дома по Чернышевскому, 17-Г, выбросился 30-летний мужчина. И как сообщает РБК, по итогам прошлого года Пермский край вошел в число регионов с большим количеством самоубийств. В 2015-м зафиксировано 886 случаев. При Каме по коэффициенту суицидов на 100 тысяч населения занимает 12-е место. В тройке лидеров – Алтай, Забайкальский край и Еврейская автономная область. При этом отмечается, что в целом по стране количество самоубийств упало до самого низкого уровня за последние 50 лет. Тем временем в штрафном изоляторе колонии номер 11 в Нырабе найден повешенным вор в законе Максим Новиков или Макс Пионер. Как сообщает интернет-ресурс «Преступная Россия» Новикова, карнавали российские воры на сходке в Турции в сентябре 2014 года. В феврале прошлого года Пионер был задержан в Пензе. В сентябре он был осужден за незаконный оборот наркотиков и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. После чего Новикова этапировали в Пермский край. По данным ресурса «Преступная Россия» окружение умершего в его самоубийство не верит. Высокие технологии и длительные сроки в Перме осуждены члены организованного преступного сообщества, торговавшего синтетическими наркотиками. В своей деятельности они активно использовали возможности глобальной сети, рассказывает Юлия Алеева. Таким стандартным образом завершилась деятельность организованного преступного сообщества. Более года торговавшего наркотиками в Пермском крае Удмуртии в крупных размерах. Наркозбытчики были осторожны, хитроумны и технически подкованы. Лично друг друга не знали, общались в сети, сбывали зелье через интернет-магазины на базе мессенджеров. СПИД Софи осуществлял сбыт на территории Удмуртской республики. Автоматик СПИД – это был автоматизированный бот, который осуществлял самостоятельно сбыты на территории как Пермского края, так и Республики Удмуртия. Оплата товара синтетического наркотика метилофедрона шла через киви-кошелек. Зарплату наркоторговцы также получали по безналу. В группу входило не менее 13 человек. Роли были четко распределены. Туда входили организаторы, непосредственно являющиеся операторами, а также отвечали за экономическую составляющую. В группу также входили оптовые закладчики и рядовые закладчики, непосредственно осуществляющие закладки. Есть. Сейчас у нас вещество сыпучее. Крошкообразное вещество, грязно-белого цвета. Бухгалтерию синдиката вела супруга главного организатора. На скамью подсудимых сели все. Главаря приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его подругу жизни – к 10 годам. У них осталось двое детей, которых будут воспитывать родственники. Остальные члены интернет-нарко-сети проведут за решеткой от 10 до 12 лет. Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей. Один на всех. В Перми разработали стандарт оформления уличных вывесок. По мнению городских властей, это поможет привести в порядок внешний облик многих зданий. С этим, в принципе, согласны и антимонопольщики, и предприниматели. Есть одно «но» – дополнительные финансовые расходы, которых бизнесмены сейчас особенно стараются избегать. Тему продолжит Юлия Языкова. Кто ярче? На фасадах городских зданий – калейдоскоп всевозможных названий, магазинов, кафе, аптек. Специалисты антимонопольной службы утверждают, по закону на вывеске может быть только адрес, наименование и логотип организации, род услуг или тип товаров. Но часто бывает так, что плоскость вывески – это одновременно и рекламная конструкция. А если же организации используют какие-то словарные эпитеты различные, то есть главный, самый лучший, либо обращение к потребителю, то есть приходите к нам, будем рады видеть вас. Вот эта информация, она автоматически влечет признание конструкции рекламной. И очень много сейчас есть конструкций, которые, скажем так, они подпадают под понятие рекламы, вот именно с точки зрения закона. Они содержат требования, установленные к вывескам, да, но имеют очень большой размер. В Пермском департаменте градостроительства разработали к вывескам единые требования. Их озвучил главный архитектор города Дмитрий Лапшин. Например, высота конструкции не больше полуметра. На ней может быть только логотип, название компании, род деятельности. Все вывески на фасаде должны находиться на единой горизонтальной оси. Вывеска не должна располагаться ближе, чем один метр от мемориальных досок, указателей наименований улиц и номеров домов. Ни к стилистике написания, ни к цвету, никаких дополнительных требований не предъявляется. О витринах мы пока речи не ведем. Мы хотим начать именно с такого элемента, который навешивается на фасады. Ну и в частности он может его портить. Поэтому мы сразу же решили именно с этого первого элемента начать. Специалисты по наружной рекламе не скрывают. Сомнения у них были. Ведь любой стандарт – это ограничение. А разработка дизайна вывески – процесс творческий. Каждому клиенту хочется быть заметным. Но вкусы у всех очень разные. Часто клиенты просят сделать вывеску, которая нам не нравится, как это будет выглядеть, как это впишется в общую концепцию. Она выбивается среди других вывесок здания. И сложно клиенту объяснить, почему так делать не надо, что это не согласуется администрацией. И все просят показать какой-то нормативный акт о том, почему так делать нельзя. Теперь такой нормативный акт будет. Новые требования в администрации планируют утвердить к весне. Между тем люди в соцсетях высказывают полярное отношение к нововведению. Отличная новость. Наконец-то хоть кто-то сообразил. Больше в кризис заняться нечем. Это же дополнительные расходы. Так мы поддерживаем малый бизнес. Извините, но это какой-то совок. Трудно сейчас себе такое представить. В мэрии говорят, примерно половина всех городских вывесок не соответствует новым правилам. После того, как единый стандарт будет утвержден, предпринимателям дадут 20 месяцев, чтобы заменить конструкции. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Городские ревизоры. На улицах Перми стартовал новый федеральный проект «Урбания». Его участники проводят независимый контроль за состоянием дорог и тротуаров, мониторят качество уборки улиц подрядными организациями и сообщают о видимых нарушениях куда следует. Работу урбанистов оценила Евгения Караксина. Тротуар по улице Тургенева. Пешеходной дорожкой это можно назвать с большой натяжкой. Кругом грязно-снежное месиво. Здесь всегда плохо все убрано. Всегда пройти вообще очень трудно. Ужасно ходить. Можно упасть. Сверху обычно, по-моему, на том доме, там такие вот всегда эти сосульки. На труднопроходимое место в Мотовилихе выехали активисты федерального проекта молодой гвардии «Единой России» «Урбания». Начиная с этого года его участники фиксируют жалобы жителей на некачественную уборку дорог и тротуаров и передают информацию в районные отделы благоустройства. Жители города обращаются к нам непосредственно в соцсетях, либо же на электронную почту, а также мы организовываем дворовые встречи. У нас уже есть положительные моменты. Мы сработали по Свердловскому району, было обращение от граждан с улицы Ильва-Шатрова. Подход к детскому садику был невозможен. Мы обратились к подрядчику и в течение суток буквально улицу прибрали, посыпали солью, песком. Так и здесь расчистка тротуара по улице Тургенева не заставила себя долго ждать. На звонок урбанистов коммунальщики отреагировали оперативно. И в течение часа появилась снегоуборочная техника. 5-6 февраля от них поступило порядка пяти замечаний по очистке тротуаров. Мы за выходные их отработали и в понедельник уже отчитались. Наша задача, скажем так, эти два берега соединить через свой федеральный проект и сделать так, чтобы и жители, и управляющие компании, и администрация более тесно сотрудничали. А мы находим общий язык и с теми, и с другими. За один день активисты урбании обнаружили несколько участков, обделенных вниманием подрядных организаций. Одно из таких мест – тротуар на перекрестке Лебедево-Металлургов, рядом со школой номер 49. По уже отработанной схеме урбанисты позвонили в МКУ благоустройства Мотовельхинского района. Там, в свою очередь, связались с подрядчиком, который спустя некоторое время показался таки на горизонте. Городские власти напоминают, компании, не выполняющих своих обязанностей по уборке дорог и тротуаров, в срок ждут не только выговоры, но и немалые штрафы. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. В группе «Перемактивная» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о том, что накануне в одной из квартир дома по улице Сусанина из унитаза вылезла крыса. Свидетелем этого стала хозяйка квартиры. Далее цитата. «Я была просто в шоке. Животное все мокрое и лохматое. Вылезло в ванную комнату, я завизжала и оглушила ее тапком. Крыса снова залезла в унитаз. Я в панике прикрыла крышку тяжелым и убежала». В этом нет ничего необычного, считают специалисты. В сети интернет есть видео, в котором смоделирована аналогичная ситуация. Крысы могут проходить и проплывать по канализационным трубам большие расстояния и пробираться через самые узкие места. Кто управляет домом? По адресу Островского, 113 этого толком не знают. Местные жители сетуют, что без их ведома произошла смена формы управления. Уже год здесь товарищество собственников недвижимости ТСН. За это время у граждан накопилась масса вопросов о размере квартплаты и задолженности дома перед поставщиками ресурсов, ответить на которые некому. Репортаж Евгения Гуляева. Островского, 113. По словам жильцов, здесь еще в конце 2014 года без их ведома произошла смена формы управления от управляющей компании к ТСН – товарищество собственников недвижимости. «Пришел квиток за февраль 2015 года уже от ТСН. Вот так мы и узнали о том, что в нашем доме организовалась эта форма. Мы все еще год существования ТСН никто не видели, даже устава». И все бы ничего, вот только людям стали приходить квитки с дополнительными суммами к оплате. В общей сложности коммуналка выросла в среднем для каждой квартиры почти в два раза. Люди говорят, что несмотря на это платят исправно. Однако почему-то задолженность дома перед ресурсоснабжающими организациями столь же исправно растет и перевалила уже за два миллиона. При этом выяснить, почему так происходит, не удается. Председатель товарищества, личность загадочная. Никто его толком не видел и застать этого гражданина на месте чрезвычайно сложно. Обеспокоенные жильцы обратились в прокуратуру и жилинспекцию по факту незаконной смены формы управления домом. «В ГЖН, инспекции по государственному жилищному надзору сказали, что вас победили квадратные метры. Поэтому мнение жителей, это больше половины. У нас даже есть списки, мы составили, кто не голосовал, кто не знает об этом ничего и ничего-ничего. Поэтому вот так вот организовали эту преступную, мы считаем, группу». В краевой жилинспекции факт проверки подтвердили. Подтвердили и то, что все прошло по закону. Из представленных товариществом копии решений, бюллетеней, установлено, что решение о создании товарищества принято собственниками помещений в многоквартирном доме, обладающими более чем 50% голосов, от общего числа голосов собственников в данном доме. Дом построен на склоне. С одной стороны пять этажей, с другой шесть. Первый, цокольный этаж и подвальное помещение принадлежат собственникам, которые сдают их в аренду под офисы. Именно они, а также владельцы еще нескольких жилых квартир и провели смену формы управления домом, считают жильцы. Однако, по их подсчетам, сегодня против ТСН уже больше 50% собственников. В таком случае исправить ситуацию вполне реально, считают юристы. Нужно провести новое собрание по всем правилам. В доме, где создана ТСН, ТСЖ, действуют два собрания. Собрание членов ТСН, ТСЖ и собрание собственников. Вопрос-то изменения выбора способа управления, он находится в компетенции общего собрания собственников. Поэтому для того, чтобы собрать общее собрание собственников, вам совершенно не нужно бегать и искать председателя ТСН. Но смена формы управления в данном случае всю проблему не решит. Еще нужно узнать, откуда у дома взялся долг в 2 миллиона рублей. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Безопасный интернет. Каким образом информация о несовершеннолетних попадает в сеть, в прессу? В каком случае она опасна для публикации? И какой вред она может принести самому ребенку? Эти и другие вопросы обсудили на круглом столе. Его провели Краевой Роскомнадзор и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Участники подчеркнули, что без активного участия родителей, общественности, полиции и журналистов, защита детей будет оставаться под угрозой. В настоящее время на сайте Роскомнадзора в разделе персональной данной появилась ссылка на реестр нарушителей, а также алгоритм действий для удаления нежелательной информации из просторов интернета. Гражданину надо обратиться, значит, или по своим данным, или если он законный представитель несовершеннолетнего, с требованием владельцу сайта эти данные удалить. В том случае, если это не происходит, он имеет право обратиться в суд. И, так сказать, у нас сейчас началась практика, когда мы помогаем, значит, гражданам решать эти вопросы в суде. Преемственность поколений или история маленького заводского клуба, который превратился в солидный центр досуга и творчества. Муниципальное учреждение «Радуга» теперь едва ли не визитная карточка правобережной части Дзержинского района. В клубе, отметившем свое 40-летие, прошел юбилейный творческий вечер известного работника культуры Веры Волошиной. Стихи и романсы, народные песни и танцевальные номера. Творческий вечер артистки Веры Волошиной – одно из череды мероприятий, приуроченных к юбилею клуба «Радуга». 40 лет назад культурное учреждение в этом здании организовало завод ПЗСП. Сегодня здесь кипит творческая жизнь всего правобережья Дзержинского района. Многие годы в этом клубе была директором Вера Юрьевна Волошина. Проведение всевозможных мероприятий, которые здесь у нас происходят, в частности, или от депутатов, или от партии «Единая Россия», или районные мероприятия, городские мероприятия. Вера Юрьевна всегда была впереди, и очень хочется, чтобы таких людей было больше. Центр «Радуга» теперь муниципальный, но единороссы в лице руководства ПЗСП продолжают оказывать шефскую помощь. Это благоустройство и техническое оснащение, организация досуга жителей и поощрение талантливых артистов. В прошлом году сделали большое дело. За счет средств депутатской бюджетной программы отремонтировали концертный зал на 200 человек. У нас был сделан огромный ремонт системы освещения в зрительном зале, и благодаря этому там сейчас светло, уютно, и все коллективы там работают с огромным удовольствием. Хотелось бы поблагодарить за участие во всех мероприятиях клуба, за активную, я думаю, сердечную помощь. Спасибо партии «Единая Россия» за те проекты замечательные, демократические проекты, которые мы поддерживаем, как работники культуры, и будем поддерживать. Спортивные, патриотические клубы, ансамбли песни и танца, кружки декоративно-прикладного творчества. Под крышей «Радуги» объединено более десятка коллективов. Свой досуг здесь проводит свыше 200 человек. Светлана Тесленко, Елена Яговцева, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова